так приветствую коллеги значит давайте начинать наш с вами вебинар на все на старте значит круто так пока все цепляются либо кто-то так сказать опоздавший маленчик с вами поговорим на общую тематику сегодня мы с вами создаем прекрасный вебинар для команды тикмил замечательный брокер имеющие три лицензии и в принципе зарекомендовать себе как надо среди трейдерского сообщества ничего сказать работают ребята как надо коллеги ну давайте в чат маленечко по пошевелим прежде чем начать да и немножечко разберемся какой у нас с вами опыт если можно чтобы определиться о том насколько плотно говорить о пресс о том что собственно происходит на рынке напишите в чат пожалуйста информацию кто сколько торгует ну либо как минимум интересуется финансовым рынком имеется ввиду хоть как-то разбирается ну я заодно пойму что что меня все слышат пока вы пишете не забываем да про предупреждение о риски потому что рынок это рынок все что угодно может случиться на самом сайте стали недавно свидетелями всего чего угодно я говорю про нефть ну вот пока тишина я так вижу что тишина а нет все окей есть народ отвечает три года один год пока разбираюсь но давать поактивнее а то я сейчас закидаю всех информации потом уйдете все вот такой головой никто ничего не поймет этим все и обычные заканчиваются тема вина тема такой все не наше общение фрес и и раздутый баланс таскать перспективы что такое фрс вижу слышу отлично но один год нормально примерно значит знаете только фрс знаете кто такой джером пау дайте угадаю никто не знает о такой бы бен бернанке моего сегодня по нему сегодня поговорим безусловно вот и все наверно точно знает что такое доллар да и кто фактически заправляет в преамбуле маленчик скажу о том что я сегодня буду строить вот этот рассказ по не при не просто презентации да буду показывать некоторые ресурсы работающие в режиме онлайн грубо говоря сайта и ссылки на все эти сайты ссылки на все эти ресурсы будут однозначно опубликованы в описании к записи данного вебинара который будет на youtube опубликован организаторами ну и по большому счету можете подсматривать да и использовать своей работе эти ресурсы одномоментно пишут нет звука нет звук есть ребята я слышу иначе вы бы мне не отвечали на вопрос на проверять пожалуйста себя итак начнем с вами с банальнощины до фрс финансер система сша стоит отметить что фрс это единственная на самом деле организация вернее нет не так сша это одна из единственных стран единственная по-моему на счету стран во всяком случае среди разных стран где решение о монетарной политике принимается именно федеральная зерна системы сша который и считается частной компанией по большому счету она работает отвечает перед конгрессом и ежегодно джоу пау ну глава федеральной системы сша ежегодно отчитывается именно перед конгрессом два дня он это делает верхнюю палату нижнюю палату с одним и тем же отчетом иногда в конце года это обычно происходит иногда вы это видите в экономическом календаре и за этими вещами стоит и нужно следить и тут же сразу хочу обратить внимание до что непосредственно президенту сша фрс ни в коем случае не подчиняется и несмотря на то что президент сша выдвигает в качестве главы да не кандидатуры может быть их как-то там лоббирует но тем не менее джоу пау когда говорит о том что фрс вне политики когда он это трампу говорит безусловно он имеет то что непосредственно президенту никакого подчинения нет это нужно знать это нужно понимать и вообще вот я посмотрел вы говорите один-три года но я вам скажу что трамп это один из немногих призывает вообще по моему на мой взгляд единственный президент который заботится о фондовом рынке сша в целом и о курсе доллара в целом другие президенты даже взять ближайшего обама да он вообще никогда не говорю про доллар он никогда не говорил про фондовый рынок и так далее так далее ну потому что это такое неписанное правило у них до фрс это фрс они отвечают за монетарную политику президент это президента и все остальные они отвечают за светом за обычную геополитику и внутреннюю политику стоит отметить что у фрс самая главная задача это удержание некоторых параметров в экономике среди которых уровень инфляции и уровень безработицы и когда вы видите своем экономическом календаре например публикация значит безработицы либо инфляция она же индекс потребительских цен значит находится в календаре то знаете что это одни из самых важных параметров на основании которых принимается решение о дальнейшем монетарной политики в экономике считается что уровень инфляции в идеале конечно инфляции как бы быть не должно скажете вы но в экономике считает что хороший здоровый уровень инфляции это 2 процента годовых и именно все регуляторы к этому подтягиваются что касается безработицы то 6 процентов безработицы это хороший параметр и именно за ним именно за ним нужно следить но с безработицы это дело такое и и можно так посчитать можно это посчитать и и тем более в последнее время это вообще какой-то ужас но уровень инфляции безусловно за ним следить сайт федеральной зерной системы сша именно здесь можно посмотреть расписание всех выступлений где выступает тогда тогда в экономических календарях например написано очень часто что выступление джерома паула а где он там выступает с какой речью ну то есть это абсолютно разные вещи могут быть все чтобы теперь что такое баланс фрс по большому счету федеральной зерной системы сша имеет свой ну некоторые назовем так бухгалтерский баланс в котором может держать свои собственные активы и размер этого баланса он каждый из вас может посмотреть это официальные данные они публикуются в целом и находится они ну вообще это публикует конечно федеральный зерной системы сша но вот есть такой федеральный резерв банков сент-луис публикует экономический ресерч да есть такой сайт может поставить ссылка непосредственно страничку будет у вас а вот это вот есть размер баланса федеральной системы сша в динамике а вот и мы увидим мы увидим его можем посчитать и он здесь относительно небольшой то есть история насчитывается с 2003 года но мы достаточно четко до видим с вами яркие всплески яркие всплески то есть это 2000 это конец 2008 года считаете да практически 2009 год это так называемая программа qe 1 да вот у нас qe 2 проходила в одиннадцатом году и вот у нас qe 3 qe это если переводить дословно то это количество смягчение это реализация программы да то есть это как раз таки монетарная политика при которой банк увеличивает вернее в данном случае финансирование системы сша начинает выкупать какие-то облигации какие-то долговые бумаги себе не баланс к себе на баланс замен этого публиковать по большому счету деньги и когда говорят в различных источниках да о том что федеральная система сша включила печатный станок ну это на самом деле сейчас как минимум не совсем так да потому что в действительности выглядит система немножечко другого немножечко другим образом а почему у меня здесь синий экран ну ладно пусть будет пусть будет синий а видимо потому что видимо потому что демонстрации то есть есть федеральная резервная система сша и есть грубо говоря государства откуда в государстве появляются деньги то есть государственное государство выпускает какую-то облигацию имеет как долговую бумагу который передает на баланс федеральной зрелистики федеральной верности тем сша то в свою очередь замен этого до передает своего рода на эту самую сумму денежные средства которые ну будем говорить государства пользуются тех нуждах которых и надо и мы все прекрасно видим да что значит у нас есть так сейчас я тут у меня и мы все прекрасно видим да какая значит замечательная программа поддержки сша присутствует до том что они там выдают и по 1200 долларов на каждого человека ну в принципе это все по большому счету берется именно оттуда потому что сейчас реализуется программа вот именно на не знаю ее даже не называет учит на ку е4 и и никак вообще не называет огромная денежная накачка огромные денежные так сказать вливание причем самих денег как таковых нету потому что сейчас то все делается по большому решету с использованием электронных денег и это не совсем значит что это просто вливание денежных денежных средств систему да это такое достаточно умное решение при котором как бы не использованные денежные средства все равно лежат на резервных счетах федеральной системы сша кроме того что мы можем увидеть с вами значит как разрастается баланс да мы можем сами увидеть еще и структуру все это саму баланса то есть ну здесь на английском хотя у кого с английском проблема google может на самом деле переводить все это дело и значит можно посмотреть что конкретно растет табличка который по большому счету раскрывает не просто количество баланса вот сейчас на составляет 6 и 9 триллионов долларов сша то есть достаточно много но мы можем сами посмотреть еще это и в динамик что конкретно они покупают и одни из самых больших статьи так сказать расхода да это вот те самые банды они растут достаточно большими объемом большими пачками порядка 3 триллиона только этих самых бандов есть еще биллс но это тоже фактически трижайя то есть это вот это вот все это все долговые бумаги долговые бумаги которые государство выпускает и которые выкупают взамен денег баланс федеральной системы сша там у них малечко бумаги долговые значит они с долгом там грубо говоря до года до все что до года это биллс и все что выше это на самом деле простые банды вот дальше есть еще что собственно говоря в последнее время очень прикольно да это рост именно ипотечных долговых бумаг вот они сейчас они проросли за последнее время порядка на 180 миллиардов долларов да это достаточно большая существенная вещь и это на самом деле неприятно то есть федеральная зерна система сша в теории может выкупать абсолютно все долговые бумаги и сейчас даже поговаривается о том что они намерены выкупать просто акции просто акции с рынка вот и даже некоторые и тв выкупается безусловно это все оказывает дикое влияние на на рынок мы должны сами прекрасно понимать что федеральная зерна система сша по большому счету это достаточно большая структура и если она зависимость очень простая мы это еще с вами понаблюдаем если фрс баланс начинает увеличиваться то фондовый рынок начинает на всем этом деле расти дикими темпами еще наблюдая время от времени за такими операциями как репо ну судя по опыту я вам скажу что наверное с репо выше не сталкивались но это очень достаточно такая удобная штуковина краткосрочные займы которые в последнее время с конца 2019 года финансированная система сша реализовывала очень серьезно причем вы можете даже посмотреть что объем этих вливаний превышает в несколько раз вливаний которые были в кризисном 2008-2009 году то есть в принципе по этим данным которые здесь есть я бы сказал что кризис здесь намного сильнее чем 2008 году правда он носит немножечко другой характер немножечко другая система там происходит но те меры которые предпринимаются регуляторами это они безусловно беспрецедентные они безусловно намного сильнее намного больше чем то что было 2008-2009 году что касается репо очень короткая быстрая ликвидность вообще просто-напросто позволяет банковской системе выжать позволяет не провалиться акциям вот знаете как говорят да на фондовом рынке что короткая позиция на продаже почему короткая позиция потому что если что-то падает она падает очень быстро вот фондовый рынок склонен к быстрым падением это связано с тем что просто пропадает желание так сказать покупать актив да ну либо тупо денег нету либо не какой-то стать уверенностью в активе нету а те кто держит длинные позиции если чувствует что запах жареным начинают наперегонки сбрасывать эти длинные позиции то есть распродавать их и тогда мы видим обычно провалы очень серьезные провалы последний раз вы посмотрите графика смп-500 вы поймете о чем я говорю поэтому падение но всегда очень быстрое восстановление но кратно дольше происходит хотя то что сейчас происходит в сша это просто конечно такое нормальное в-образное я бы так сказал восстановление которое скорее всего продолжится если не новая волна а вот этот сей пандемии наверное только она так сказать является угрозой для дальнейшего роста в смп-500 есть вот такой график на очень тоже интересные здесь у нас красное это смп-500 и сине это собственно говоря баланс федеральной резервной системы сша графика ссылка непосредственно на него также будет в описании к уже записи вот и и здесь мы очень четко виден да здесь про можно проследить что вообще надо сказать что первый раз программу тку е была применена беном бернанке он ее инициировал в 2008 году и это были дикие массовые вливания и надо сказать что с тех пор наверное рынок изменился в этом плане я группа американский рынок он скажете почему про американский но я уверяю что очень много зависит именно от американского то есть и практически не бывает такой ситуации когда весь рынок растет при том что американский рынок всех стран растет при том что американский рынок падает нет такого скорее всего не бывает бывает обычно проще что касается бы на бернанке он впервые запустил так называемую программу куе и рынок сменился в том плане что мы перестали вернее компании перестали расти скажем так естественным образом да все свелось к тому что если в системе появляются новые деньги если баланс фрс увеличивается то будет увеличиваться и фондовый рынок если баланс фрс не увеличивается то не будет улиц фондовый рынок здесь все очень просто на самом деле что касается того что компании например могут отчитываться очень хорошо у них мог быть так сказать очень большие крутые деньги да очень крутые отчеты но все равно если денег системе нету то они увеличиваться не будут и в этой табличке на самом деле это все четко прослеживается да то есть мы и кстати говоря еще один момент очень важная да стоит отметить что рынок всегда старается работать на опережение ну тут простой момент грубо говоря кто первый стал того этапки то есть еще печатный станок назовем его так может быть не запущен но рынок уже начинает расти и наоборот как только начинается процесс остановки этого печатного станка как только он анонсируется все начинается уже обычное снижение в этом плане рынок работает всегда на опережение и это Это относится, в принципе, ко всему. Обратите внимание, например, мы возьмем с вами про доллар США, немножко отвлечемся. Обратите внимание, что доллар США по отношению ко всем основным инструментам начал снижаться с конца той недели. С конца той недели. Почему происходит? Потому что впервые начинается разговор о возможности отрицательных процентных ставок ФРС США. Кто не слышал, я вам об этом говорю. Здесь логика очень простая для тех, кто еще не знает. Если процентная ставка государства опускается, то это способствует снижению ее национальной валюты. Если поднимается, то, соответственно, то же самое. Что касается программы количественного смягчения, то то же самое. Если баланс ФРС в данном случае, мы с вами говорим, увеличивается, это приводит к ослаблению национальной валюты. И наоборот, если происходит снижение баланса, то доллар США в данном случае будет расти по отношению ко всему. Мы видим с вами прекрасно, как S&P 500, в принципе, однажды замерев на скидку 1350, никаких ростов не демонстрировал. И более того, даже устраивал некоторые провалы в тот момент, когда закончилась программа количественного смягчения номер 2. До этого момента баланс ФРС увеличился очень рекордными темпами и, соответственно, рос и рыно. Причем он расти начал, как я сказал раньше, еще задолго своего рода до того, как начал расти баланс. Как только мы увидели с вами информацию о том, что, вернее, в СМИ, в сообществе появится информация о том, что QE запускается, QE номер 3 уже на тот момент. С тех пор S&P 500 начал, сейчас уберем так, с тех пор S&P 500 начал свой рост. Стремительный рост, безостановочный рост, без каких-либо провалов. То есть, другими словами, пока ФРС печатает деньги, значит, говорить о каком-то крахе, о каком-то падении вообще не приходится. Все заканчивается тогда, когда сворачивается эта программа QE. В данном случае эта программа QE 3 была закончена, и S&P 500 здесь у нас в никаком случае не растет. Все, просто-напросто наливился. Ну, здесь не видно, но я вам скажу так, что у нас есть некий такой стимул. Дальше, у них пошли изменения в процентной ставке, что тоже спровоцировало рост фондового рынка. Но, обращаю ваше внимание, 2019-2017 год, дикие провалы, здесь они кажутся не такими большими, фондово. Но у нас реализуется программа количественного смягчения. Что значит программа количественного смягчения? Это, кстати говоря, 2017 год, когда доллар США, в принципе, дорожал по отношению, 2019 даже, доллар США дорожал, в принципе, по отношению ко всему. Значит, когда баланс уменьшается, расчищается своего рода много. Трамп вообще очень сильно критиковал Джонома Павла за это, но все равно это делать надо. Ну, и то, что мы видим с вами в последний момент, да, безусловно, можно сказать, что фондовый рынок спас именно расширяющийся баланс, который начал увеличиваться с сентября прошлого года, когда впервые появилась кризис ликвидности и так далее, и так далее. И очень сильно, сильно и сильно ускорился тогда, когда мы увидели сами это падение фондового рынка. Есть еще один график, я его тоже, значит, ссылочку на него отдам, чтобы он также был, но он, так сказать, более детально все это дело показывает, как рынок живет в момент всех этих изменений. Первая программа, КУЕ, которая происходила в конце 2019 года, мы видели с вами снижение процентной ставки, здесь оно зелененькое, да, присутствует. И, в принципе, и программа количественного смягчения, то есть, другими словами, увеличение баланса и снижение процентной ставки, все это смягчение монетарной политики. Просто запомните, у монетарной политики, грубо говоря, есть два параметра, да, смягчение и ужесточение. Смягчение – это когда ставка понижается и когда баланс расширяется. Напоминаю, что ставка понижается, соответственно, валюта этой страны должна тоже снижаться в стоимости, но в 2009 году было совсем все по-другому, да, фондовый рынок, в 2009-2008 году. Фондовый рынок нифига не рос, несмотря на то, что ставки понижались, и индекс доллара, здесь он красный, тоже нифига не слабел. Хотя, по идее, должно происходить. Должно происходить так, как это происходило здесь, в момент реализации программы QE2, когда процентные ставки были уже фактически как бы на нуле. Мы видели, что индекс доллара и доллар США снижался, и мы видели, что фондовый рынок рос. Здесь все понятно, здесь все прозрачно. То же самое относится и к программе QE3, да, когда у нас фондовый рынок рос, потому что деньги печатались со стороны Федеральной зерной системы США, ну, а индекс доллара при прочих равных оставался на своем, так сказать, уровне. Рост его, так сказать, возник только тогда, когда деньги перестали, грубо говоря, вливать в экономику. Ну, и справедливости ради, и сразу же перестал вливаться у нас и, вернее, расти и фондовый рынок США. Есть программа количественного смягчения, которую Джон Пауэл проводил там с 2018 по 2019 год, который я уже говорил, да, о нем. Здесь мы видели, что в нем, напротив, в момент, когда, значит, деньги как бы изымались из системы, мы видим, что мы видим, что доллар США дорожает, мы видим, что фондовый рынок проваливается. Именно на минуточку этот провал на 15%, это очень много, на 15, даже на 20% в СБ500, на тот момент это очень-очень много. Ну, и рекордное снижение процентных ставок, это то, что сейчас происходит, какая-то дикая волатильность на долларе США, это тоже все, что сейчас у нас в этом ключе происходит. Теперь момент такой, да, то есть, получается, логика очень простая. Внимательно следим за вот этими показателями, за балансом ФРС, да, и принимаем какие-то уже некие торговые решения. То есть, какие торговые решения можно принимать? Просто глядя на картинку. Если баланс начинает расти, кстати, когда они публикуются? Они публикуются, значит, в пятницу. В пятницу публикуются данные за предыдущую субботу. То есть, получается, что вот вебинар проходит 21-го числа. 22-го числа мы с вами узнаем, значит, цифры конкретные за 20-е число. То есть, по состоянию на 20-е число. Раз в неделю стабильно. Но тут важно даже увидеть динамику, да, тут важно даже увидеть настроение. Настроение, грубо говоря, сантимент можно проследить по средствам массовой информации о том, что, ну, вот сейчас мы там перейдем к программе количественного смягчения, например, да, или мы можем увеличить программу количественного смягчения. Однозначно это сторону ослабления доллара США. И наоборот. Соответственно, что мы с вами видим? При таком диком росте баланса, да, который сейчас происходит с марта, говорить о каком-то пеноминальном падении полного рынка, ну, как минимум, не приходится вообще, в принципе. Поэтому то, что сделал S&P 500, ну, на самом деле это все не то, чтобы ожидаемо, это все, конечно, безусловно, страшно. Но обращаю ваше внимание на то, что S&P 500 вырос уже на 33% от самого своего минимума, да, а расти он начал, если память не изменяет, где-то с 20 марта. А с 20 марта он начал расти, значит, еще до события, да, то есть еще далеко до пика заболеваемости, грубо говоря, на самом пике заболеваемости. Вот, и на смене финишного контракта на этот самый S&P 500. Я, кто не знаком со мной, я веду проект finprofit.club, это мой проект, да, в котором как раз-таки провожу в том числе и ежедневные обзоры. И можно отследить этот момент, да, что отмечал я ваше внимание на то, что финишный контракт на S&P 500 заканчивается 20 марта, да, где-то там в районе 20 марта, я сейчас могу ошибаться. И иногда рыночные настроения заканчиваются тоже с окончанием финишного контракта. И так оно и произошло. То есть мы с вами можем видеть, что по большому счету рынок в какой-то степени от экономики очень сильно оторван. Очень сильно оторван. Рынку что нужно? Деньги они дают. Я имею в виду федеральную держательную систему США. Значит, настроение, ну, смену финишного контракта тоже прошло. К слову говоря, в финишном контракте текущий финишный контракт на S&P 500 заканчивается в июне, числа 23-го. И аналогичный вывод можно сделать, что и до вот этой даты, грубо говоря, до 20-х чисел июня, никакого серьезного падения не будет. Просто потому, что настроение, грубо говоря, приподнято абсолютно у всех. Если, конечно, Джером Пауэлл не начнет глупить. А он, скорее всего, глупить не начнет, потому что последнего заявления будет таковы, что мы будем увеличивать баланс столько, сколько нужен. Теперь, что касается всех остальных рынков, в принципе, я не буду говорить о нашем российском рынке, о DAX. Они все так либо иначе привязаны. И если все-таки мировая экономика, если S&P 500, грубо говоря, растет, растут многие рынки в том числе. Соответственно, можно говорить, наверное, о том, что и весь июнь мы пройдем на таком же позитиве. Ну, конечно, не еще плюс 30%, но тем не менее. А там, как говорится, будем посмотреть. Многие опасаются второй волны. Это, в принципе, правильно. Печально, что вторая волна может прийтись как раз-таки, наверное, на президентские выборы США. Это вдвойне печально. Но, с другой стороны, мы видим заявление Джону Пауэллова о том, что ФРС будет увеличивать баланс ровно столько, сколько нужно и так далее. К слову говоря, мы видим с вами некоторое замедление в росте S&P 500, произошедшее ровно тогда, когда происходит замедление, увеличение в динамике этого баланса. Теперь, что касается того, что же, грубо говоря, такое, что за баланс, что за долги, кому они фактически должны. Но Министерство финансов США выпускает долговые бумаги, грубо говоря, это ценная бумага, по которой она должна выплачивать некоторые свои проценты, некоторые за использование, и не обязательно ее должны покупать федеральная зарядная система США. Нет. Есть такая небольшая табличка, она будет тоже в приложении, это с какого-то ресурса скрины снят, где написано топ-10 держателей долговых бумаг, среди которых есть как раз-таки простые, 7,5 триллионов долларов держат простые инвесторы США, типа там, не знаю, пенсионных фондов и так далее, и так далее. Вот, так сказать, среди граждан, да, тоже 2,9 триллионов, ну и дальше там поехали. Федеральная зарядная система США всего 2,1. На первом, и среди других стран, на первом это Япония, Гитай и так далее, и так далее, и так далее. Вот примерно в таком распределении. То есть мы можем с вами делать вывод, на самом деле, что в большинстве случаев долг США распределяется именно внутри страны. То есть, грубо говоря, они должны как бы сами себе. Это достаточно распространенная практика, это я бы даже сказал сейчас называть японизацией, Да, потому что Япония тоже сама себе долговые бумаги продает. Но, тем не менее, есть государство, которое держит максимальный долг со стороны США. И это уже официальный документ, который обновляется, так сказать, в режиме реального времени. Он есть на департаменте, как раз-таки по этим трежерям, по долговым бумагам, и где уже среди стран, то есть не внутренние держатели долга, а сторонние, среди которых Япония в лидерах находится, по данным, за март 2020. То есть они держат 1,2 триллиона долларов, 1 триллион держит Китай и так далее, и так далее. К чему это нам с вами информация? Фактически вы можете видеть зависимость от каких-то финансовых кризисов, от финансовых провалов. Ну, о чем я говорю? Я говорю о том, что в 2014 году, когда случился очередной провал, ой, прошу прощения, 2014 это с Крымом связано, 2011, когда случился очередной провал на мировой арене, то вроде бы проблема вот этих ипотечных бумаг брала многие из США, но по России проехалось катком «Будь здоров», потому что когда начинаются проблемы у США, тогда начинаются проблемы у всех держателей ее долга. Справедливости ради России, ну, вы можете посмотреть, да, кто из страны, да, можете посмотреть, но России здесь нету. Она здесь где-то в all others, и они все вместе, все, кто сюда не зашел, держат где-то порядка полтриллиона, притом полтриллиона, да. Причем Чили, да, последний, кто здесь в этом списке, ну, посчитайте, ну, Россия, наверное, получается, держит, я не знаю, 10 миллиардов долларов, не больше на самом деле. Соответственно, все. Ну, можете видеть, да, в США, что Китай, например, грозится распродавать долговые бумаги. Они это, скорее всего, не сделают, и в какой-то степени это блеф. У них, кстати, да, есть порядка вот один триллион, это старые держатели. Значит, если они это начнут реализовывать, следите за этим внимательно, да, следите за этим внимательно. Почему? Потому что если Китай действительно начнет распродавать долговые бумаги США кому-то другим, то, ну, это все не есть хорошо, на самом деле, для доллара США. По нему может ударить очень сильно, и по фондовому рынку в том числе. Но, справедливости ради, замечу, да, что один триллион – это еще и фиг кому продашь, да. То есть это те бумаги, которые, значит, невозможно просто взять и продать. Это очень достаточно большой объем. Кому они продадут, не знаю. Поэтому мировая общественность и считает, что, на самом деле, это блеф к большому счету. Вот. И еще идут слухи, да, о том, что вот по этим долговым бумагам, которые Китай держит, как бы США их прощает, ну, долги имеется в виду, в наказание того, что Китай там распустил, на самом деле, всю эту заразу. Тоже советую во все это дело сильно не верить, да, потому что это будет дикий претендент, потому что долговые бумаги, они, в принципе, ну, скажем так, давайте так, получается, что государство, конкретно США, да, выпускает огромное количество, огромное количество долговых бумаг, получается, как бы в воздух. Грубо говоря, они продают долги, которые будут отдавать в будущее. И прикол здесь в том, что в федеральной связи США это может делать. То есть, по большому счету, она может продавать ФРС, она может продавать каким-то там другим странам, да, и другие страны могут все это дело покупать, они еще называются нерезиденты. И связано это, по большому счету, с тем, что в экономику США верят. В этом плане в России, конечно, большие проблемы, то есть, по большому счету, нам бы тоже это бы не помешало. То есть, где взять государству деньги? Ну, можно попросить в долг. Вот США это делает, а Россия это сделать не может, потому что в экономику России, в суды России, в государственное устройство России сообщество не верит, а значит, опасается, что по этим долгам, которые будут выданы, однажды просто-напросто это простят. И в истории России это было. А вот в истории Америки этого не было никогда. Никогда Америка не платила по долгам. С другой стороны, разрастается огромный баланс, да, и все это приводит к тому, что Министерство финансов, в частности, Америка, да, должна огромное количество денег, грубо говоря, всем, и в частности, самой себе, и они должны платить, обслуживать этот баланс. А платят они по процентным ставкам. Процентные ставки, на самом деле, здесь очень сильно завязаны. Вот меня здесь спрашивают, как золото связано с Федеральной Адерной Системой США. На самом деле, прямой зависимости, прямой корреляции нет, в принципе. Весь этот золотой стандарт, не золотой стандарт, да, а вот это все золотое обеспечение, это все уже очень-очень прошедшая история. И единственное, что сейчас происходит, да, это вот по правилам базы 3, регуляторы должны, так сказать, иметь достаточно большой золотой запас внутри себя для обеспечения, что происходит, да, и что и в России, на самом деле, огромными объемами увеличиваются резервы по золоту. А в России то же самое, по-моему, происходит в США, могу ошибаться, вот. Но с ФРС это практически никак не связано. Особой там прямой корреляции нет. Тут золото скорее надо будет следить за паникой, потому что золото хоть и говорят, что оно какой-то уже не тот актив, не настолько защитный актив, но давайте посмотрим, да, что золото за минувший 2019 год выросло что-то на огромное количество, сейчас мы посмотрим сами, на огромное количество денег, в большом случае, то выросло, если, ой, на огромное количество процентов, давайте конкретнее. Посмотрим, да, только за этот год мы увидели рост 15% цен на золото, вот, а если мы с вами будем говорить за 2019 год, то и за 2019 год, то на 36% на треть подросло на золото. Это достаточно большое значение, и здесь больше нужно следить за геополитической обстановкой. Напоминаю, что до всей этой пандемии очень серьезно все опасались все-таки это торговые сделки США-Китай, фаза номер один, по которой теперь опять вновь вопрос возникает. Соответственно, здесь лучше смотреть, если напряженная обстановка в мире происходит, золото растет, не происходит, не растет. Тяжелые времена, да, ну, буквально с лета 2019 года происходит, когда впервые началась эта вся торговая война, которая, к слову говоря, сейчас и продолжится, наверное. Торговая война 2.0 между США и Китаем. Если Трамп перевыберется, но это все надолго продолжится. Можно увидеть, что ETF, как минимум, да, на золото растет. Но мы вернемся с вами к долговым бумагам, да, и к процентным ставкам. Есть такая очень прекрасная штуковина, да, государственная облигация. Мы о ней, в принципе, говорим. Но здесь есть такое понятие, как доходность государственных облигаций. Здесь достаточно такой важный момент, да. То есть, если мы говорим с вами про экономику, про экономику, если мы с вами говорим про валюты, то внимательно нужно следить за процентной ставкой. Да, и мы все прекрасно знаем, что сейчас ФРС, процентная ставка от 0 до 0,25 в диапазоне, и она меняется достаточно крайне редко. Но вот ожидания по этой процентной ставке меняются достаточно часто. И их можно отследить именно по долговым бумагам. Здесь все очень взаимосвязано, на самом деле, да. То есть, если цена на долговые бумаги растет, то доходность по ним падает, снижается. Я, честно говоря, не очень, наверное, хочу рассказывать, почему так происходит. Ну, если вдруг интересно, как говорится, раскрыть эту тему, да, дайте знать в чате. Я уделю на это несколько времени и расскажу более подробно. Но нас интересует... То есть, у долговой бумаги есть два параметра. Ее цена и ее доходность. Вот. И именно доходность отображает фактически стоимость национальной валюты. То есть, если доходность по долговым бумагам снижается, то снижается и валюта. Если доходность по долговым бумагам растет, то растет и сама валюта. И вы это можете отследить очень четко. И вы можете ослабление доллара США отследить тоже достаточно очень четко, так сказать, в моменте. И когда наступает решение о процентной ставке, да, то иногда возникает такая ситуация, не так часто на самом деле, но иногда возникает такая ситуация, когда рынок уже заложил какую-то процентную ставку. То есть, почему происходит реакция цены на новость? Да. Оно происходит потому, что ожидание не совпадает с действительностью. Вот. И именно поэтому происходит реакция. Ну, объясню. Мы все сами видим, да, что, например, мы глядим сами в экономический календарь и видим значение, например, прогноз, да, и фактическое значение. Ну, для примера возьмем безработицу, да, к примеру, когда она еще была нормальная, когда она не была фейковая. Вот. Например, мы возьмем с вами безработицу. Например, прогнозируется прибавка, ну, non-pharm они же, да, прибавка 200 тысяч рабочих мест по итогу какого-то конкретного месяца, да. И 200 тысяч рабочих мест, это хорошо или немного? Ну, это вот так, да. Если фактическое значение опубликуется, например, 100 тысяч, то это как бы хорошо, потому что рабочие места прибавилось, да, но это хуже, чем связанное с прогнозом. То есть, вот здесь явно диссонанс между, так сказать, прогнозными значениями и фактическими значениями. И наоборот, да, если мы увидим там прирост 300 тысяч, я к примеру говорю, да, то это не то чтобы хорошо, а это очень хорошо. Вот. И вот поэтому происходит реакция цен на новости. Но с процентными ставками немножко сложнее, потому что там, грубо говоря, там стоит процентное решение процентной ставки 0,25. Но здесь, так сказать, оно стоит прогнозом как 0,25, но ожидания не стоят ровно на 0,25, да. Например, может такая быть ситуация, что, например, рынок ждет 0,5%, да, при том, что сейчас значение 0,25. И чаще всего Джером Пау, да и все, в принципе, главы регуляторов, они следуют за рынком, вот как бы это ни было банально. Они стараются не разочаровать рыночные ожидания. То есть, если рынок считает, что 0,5%, да, должно быть, значит, то, значит, фактическое значение, в большей степени вероятности, будет 0,5%. При том, что, ну, как бы получится, что надо будет повысить. Вот. И эти ожидания, на самом деле, можно заглянуть заранее. То есть, мы заранее, за несколько дней, за несколько недель, как получится, да, можем сами увидеть, что считает рынок. Причем надо понимать, что, что значит, что считает рынок. Надо понимать, что это не опрос участников рынка, да, типа того, что там в каком-нибудь анонимном телеграм-канале, как вы считаете, ставка будет повышена, либо ставка будет понижена. Нет. Ожидания закладываются участниками рынка, исходя из экономической инфраструктуры, конъюнктуры и так далее, и так далее, в том плане, что участники рынка не балбесы. Если они видят, грубо говоря, что ситуация плачевна, да, что ситуация требует низких процентных ставок, то никто задарма долговые бумаги продавать не будет. Никто не будет продавать долговые бумаги с высокой доходностью. Все будут продавать столько, сколько они считают нужно. И есть два параметра, которые помогают нам определить рыночные ожидания по процентной ставке. Да, это, значит, доходность долговых бумаг, она выглядит в кривой значение вот так, вы можете посмотреть, очень удобно в инвестинге, да, и посмотрите внимательно. Вот это вот один месяц, это шесть месяцев, год, два, три. Это долговые бумаги с разными сроками, да, по-другому что называется, разными дюрациями. И посмотрите, они на значение 1.0, 1.14, 1.5, то есть вот оно же фактическое значение. У нас процентная ставка, у них вернее, от 0 до 0.25. И в принципе можно сказать, что смотрится обычно, да, до 5 лет, до 3 лет. И можно сказать, что в принципе рыночные ожидания совпадают с этой процентной ставкой и даже где-то немножечко в сторону понижения. То есть ставки дешевле, чем текущая процентная ставка. Если они пойдут на снижение, это приведет к снижению долларов США. Есть еще один такой параметр, прогноз поставки ФРС. Это даже тоже не столько опрос, сколько рыночные ожидания людей, которые торгуют фьючерсами на процентную ставку, которые есть на бирже СИМИ. И здесь мы можем вообще посмотреть, да, на какое заседание, как ожидается процентная ставка в США, да. И все это на самом деле принимает федеральная зерная система США, да, с монетарной политикой. И Джон Пауэлл об этом говорит. То есть смотрите, ближайшее заседание будет 10 июня. Согласно этой таблице все ждут, что процентная ставка оставит без изменений. Это значит, что скорее всего так оно и будет. Нету никаких экономических предпосылок, нету никаких каких-то иных других рыночных ожиданий. Ну то есть так надо, считают участники рынка. И закладываются именно на это. И если Джон Пауэлл 10 июня вдруг решит понизить процентную ставку, это будет очень неожиданно для всех участников рынка. Это будет резко на серьезное понижение доллара США, которое можно просто брать и распродавать, если вы в моменте увидите это событие. Либо хотя бы какой-то ее анонс тоже может быть. То есть самого понижения не состоится, но могут анонсировать о том, что, например, мы рассматриваем понижение процентной ставки. Как оно было на прошлой неделе? Как оно было на прошлой неделе? Оно было таково, что один из членов ФРС сообщил о том, что в принципе может быть и отрицательные процентные ставки вроде бы ничего. И тогда мы с вами смотрим ожидания на 16, например, декабря, и мы обнаруживаем, что 6, скажем так, процентов людей, которые торгуют с вычетами на процентную ставку, закладываются на то, что ставка будет ниже нуля к концу этого года. Если это значение будет расти, то одномоментно будет дешеветь доллар США. Здесь не бывает такого поводыря. То есть это происходит все одномоментно. Но если вы торгуете, вы примерно можете понимать, что доллар дешеветь не просто так. То есть это тенденция, тенденция обусловленная экономической ситуацией, тенденция обусловленная тому, что федеральная зерна система США говорит о том, что она планирует, например, понижать процентную ставку. То есть баланс ФРС и процентная ставка. Две вещи, которые, в принципе, являются основными рычагами федеральной зерной системы США. И один из них уже, грубо говоря, заклинил рычаг. Я говорю о процентной ставке, потому что сейчас она ниже практически в нуле. Ниже опускать-то и некуда. Мы знаем только Японию, Швейцарию, да и все. Кто еще имеет отрицательные процентные ставки? Никто. Но вот Европа, у них отрицательные процентные ставки по депозитам. Они специально делают дешевые деньги. И еще один такой неприятный момент, тоже связанный с процентной ставкой, который, на мой взгляд, в будущем, может быть, после переизбрания Трампа, может быть, эта тема следующего кризиса может пройти по миру. И это будет действительно системный кризис с точки зрения и США. И проглядывается это все за счет инфляции. Несмотря на то, что я сказал о том, что выкуп активов, то есть программа количественного смягчения, как бы ведется за счет созданных новых напечатанных денег, это обычно не ведет к увеличению денежной массы в экономике. Оно как бы не попадает напрямую в рынок. Так происходит обычно. Но есть параметры, такие как M1, денежная масса в США, которая говорит об обратном. И тоже ссылка будет на ресурс. И вы можете посмотреть, что вот этот M1, грубо говоря, кто не знает, что такое M1, это все деньги, которые находятся в кэше, и все деньги, которые находятся на депозите, которые можно снять быстро. Тут, по-моему, даже не входят срочные вклады. Сюда даже, по-моему, не входят. M2, это, по-моему, уже даже срочные вклады. И мы можем посмотреть, что, в принципе, наличие денег, оно всегда растет. В принципе, оно всегда растет. Но глядя, опять же, даже на этот дикий, скажем так, рост, который, кстати говоря, с конца 2009 года, с момента, когда ФРС впервые начала опечатать деньги, оно не растет лавинообразно. А вот в последнее время растет лавинообразно. И это говорит, в принципе, о том, что деньги, вот кэш, ну, грубо говоря, деньги, которые доступны для быстрого снятия, они в экономике все-таки появляются. И по логике вещей это должно провоцировать инфляцию. Ну, вы все знаете, да, что если денег в системе много, и они ничем не обеспечены, а по ВВП вообще, да, провал может быть, то, по идее, должна разгоняться инфляция. Но она не разгоняется. Это вот последние данные по инфляции, за параметром, который нужно нам с вами следить, и за ним, который следит ФРС, да. Здесь беда в том, что, ну, помните, я говорил в начале, почти в начале, да, что 2% инфляция – это нормально. Но здесь мы с вами видим, что это нифига не нормально. Да, и последний раз это был 2015 год, когда тоже было не очень, на самом деле, хорошо. И сейчас все это дело стремится к нулю. И когда у вас было, почему не растет инфляция, если увеличивается количество денег? Ну, она не растет в какой-то степени по той причине, что люди просто не ходят на рынок, они не провоцируют спрос. Ну, повышенный потребительский спрос, да. И у себя в программе я общался с людьми, которые, так сказать, непосредственно в Америке работают. Трудятся, да, они, деньги появляются, да, денег появляется больше за счет роста, баланса за счет вот этого агрегатора М1. Но покупательского спроса особенно нет, и инфляция из-за этого не растет. Проблема у себя в том, что я могу ошибаться, дай бог, чтобы я ошибался. Но однажды мы с вами получим, да, тему, что инфляция начинает расти. Потому что денег М1 много, и это все должно начаться, когда экономика начнет восстанавливаться, когда у потребителей появится уверенность в завтрашнем дне. И когда это произойдет, вот, чтобы укротить инфляцию, есть один рычаг на самом деле, это увеличение процентных ставок. И вот здесь тупик. То есть увеличить баланс федеральной резервной системы, да, то есть увеличить вот такой огромный долг. Это значит, что иметь огромное количество обязательств по этому долгу, которые надо выплачивать. А если процентные ставки США увеличиваются, то увеличивается и количество обязательств по этим долгам. То, собственно говоря, приведет к тому, что надо будет еще где-то брать денег, и еще, и еще, и еще. И вот тут у меня какой-то ступор и тупик, потому что я думаю, что мировая экономика должна что-то придумать, какая-то должна быть альтернатива. Это на горизонт, знаете, года два, может быть, даже, да, наверное, года два горизонт. Должна быть какая-то альтернатива, как-то все это должно произойти, как-то баланс это должен, не знаю, либо списаться, либо еще что-то, либо действительно процентные ставки вообще должны упасть в отрицательную зону, тогда как бы не США должны платить по кредиту, а держатели долгов должны платить США. Это, конечно, ударит, так сказать, по имиджу Америки, но имеется в виду по имиджу, как стране, которая может обслуживать собственные кредиты. Но, с другой стороны, не придется увеличивать каждый раз этот баланс огромным-огромным темпом. Либо каким-то образом Джером Пауэлл в программе количественного смягчения, как это было в 2019 году, начнет снижать этот объем, но насколько это все адекватно, насколько это все можно сделать, очень-очень сложно сказать. Итого, подводя черту под всем этим делом, коллеги, если есть какие-то вопросы, либо что-то раскрыть, пишите, я это раскрою. А если подводить черту под всем вышесказанным, мы увидим с вами что? Мы видим с вами беспрецедентные действия, когда баланс не только США, но и балансы Европейского Центрального Банка, Японии и так далее, увеличиваются огромными темпами. Это, конечно, можно сказать прям пузырь этого века. Когда он лопнет, в принципе, в теории, этот пузырь можно надувать столько, сколько угодно, но зависимость 2008 года у рынка от денег понятная. То есть, если баланс ФРС увеличивается, фондовый рынок растет. Доллар США в идеале ослабевает, но здесь тоже нет прямой корреляции. Почему? Потому что очень много других параметров возникает на всем этом деле. Но, тем не менее, баланс ФРС увеличивается, фондовый рынок растет, процентные ставки уменьшаются, доллар США уменьшается. Все, инфляция растет, значит, скоро будет фигня в плане того, что надо все-таки увеличивать эту процентную ставку. Поэтому у нас, по большому счету, на фокусе, то есть, экономику это убьет не сам ВИР, экономику ударил, по большому счету, изоляция. Внимательно следим за новостями, внимательно следим за тем, что будет сказано регуляторами, если они будут все-таки продвигать тему с отрицательными процентными ставками, это слабость доллара США по отношению ко всему. То есть, рост европейской валюты, рост фунта, в принципе, потому что это беспрецедентная тема. И, наверное, в этом ключе все. Так, вопросов не поступило, отсюда я понимаю, что либо ничего не понятно, либо, собственно говоря, все понятно. В окончании скажу, что еще раз, да, будут записи, записи на YouTube-канале у TickMill брокера. Значит, также есть на сайте TickMill, есть раздел «Вебинары», где будет анонс еще вебинаров со мной, либо с другими участниками. Да, вы тоже можете все посмотреть, очень много полезных информаций. Посмотрите, так сказать, будет очень полезно. Ну и да, как я уже сказал раньше, мы с вами еще в таком формате будем проводить диалог, еще, как видимо, пару раз. Даты будут анонсированы заранее, темы будут анонсированы тоже заранее, но если есть, например, какая-то интересная тема, то, безусловно, предлагайте ее через комментарии, и я комментарии почитаю, посмотрю, и как там это дело. Все, раскроем. Нормально все, вышесказано, я уже извлек из внутреннего брифина. Больше таких вебинаров, пожалуйста, тему закрепил. Благодарю. Больше, попробуем больше. У меня все. Кто с администратором не сказали, есть большая красная кнопка. Просвещение свет. Ну, хорошо, что информативно, потому что я боялся перегрузить, на самом деле, информацию. Это достаточно сложные такие вещи, но важно, чтобы вы поняли, за какими вещами и за какой риторикой стоит следить, и как это все будет проецироваться на фондовый рынок и на рынок валютный в целом. Все, корреки, спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...